Практически во всех супермаркетах города непрошенных гостей в лице городских общественников Ольги Зарихиной, Александра Фигуры и Ксении Малышевой руководство магазина встречало неохотно. И это неспроста. Нарушение требований организации уголка потребителя, отсутствие ценников на товарах и просроченная продукция. Замечаний у активистов много. А вот ответов на очевидные вопросы наоборот. А вы могли бы так сказать, почему у вас форелька сроченная, причем давно уже? Как театр начинается с вешалки, так и любой уважающий себя магазин должен начинаться с уголка потребителя. Именно их первоначально и проверяют активисты. В целом замечаний нет. Нормативные документы доступны каждому покупателю, книги жалоб также имеются. Правда вот ручек для того, чтобы сделать записи не оказалось ни в одном супермаркете. В магазине «Пятерочка» и вовсе, как оказалось, вырывают страницы с негодованиями людей. Еще одно, но уже более существенное нарушение касается сроков годности продуктов. Так, в супермаркете «Магнит» просроченным оказался фермерский фарш. В монетке о явной просрочке персиков и гранатов свидетельствовали льмошки, которые взлетели при малейшем прикосновении к ящикам. Ответ сотрудников магазина на данное замечание прост. Кому нам убирать? У нас людей не хватает. Ручек сегодня нет у нас. Мы одни. В «Пятерочке» слабосоленое филе рыбы должны были ликвидировать 8 дней назад. В «Дикси» филе индейки залежалось на прилавке с 4-х дней на нарушение. А вот на ликвидацию товара его уже убирали в присутствии салдинских общественников. То есть, если бы была более глубокая заборозка, то по месяцу... Тут отхлажденка вроде же. Да, отхлажденка от ноля. От ноля. Мы сейчас это все убьем, пробей, пробей. Ну, просроченный товар у нас, как правило, мало, потому что мы следим за сроками годности, проверяем каждое утро. И если срок годности подходит, например, осталось... Если это товары длительного хранения, то день-два, например, три дня можно за три дня выставить на распродажу. Каждое утро, по словам руководства магазина, они списывают просроченную продукцию и отправляют ее в утиль. Хотя, как показала практика, недочеты в работе этого магазина все же имеются. А вот одна из покупательниц магазина «Магнит» уверяла съемочную группу салдинского телевидения, что именно в этой торговой точке продукты всегда качественные и свежие. Я внукам беру постоянно молочку тут и йогурты свежие. Если бывает, конечно, там иногда, редко-редко, когда вот так вот. Вот постоянно свеженькое. Каждый день привозят, по-моему, мне нравится здесь. Молочка, фрукты и колбасы здесь действительно не были просрочены. Правда, малозначительные нарушения в правилах торговли все же нашлись. Например, на некоторых продуктах, в частности, на винограде отсутствовал ценник. Но и это еще не все. Такое ощущение, что он привозит обычно всегда занят. Как будто каждый день. Каждый день приклеиваю. Так же можно прийти завтра и выйти, что 24 часа. Неожиданностью для городских активистов стала мясная нарезка, которую они обнаружили, лежащей в тарелке на прилавке магазина. На что продавцы без смущения ответили, якобы мясо кто-то ел и после этого забыл убрать тарелки. А вот в супермаркете «Пятерочка» нам и вовсе отказали в каких-либо комментариях. Жаловаться на отсутствие ценников на многих товарах и просроченных продуктах пришлось на горячую линию компании. Директор по свежести, а такая должность имеется в данном магазине, с нами разговаривать не стал. Здравствуйте, Александр. Я бы хотел узнать, к кому обратиться по поводу просроченной продукции в вашем магазине. Вы обнаружили? Обнаружил. Я сейчас стою рядом с прилавком, пытался общаться с администрацией, но они отказываются общаться, говорят, все нормально. После долгой беседы жалобы общественников все-таки приняли и пообещали разобраться в данной ситуации. А активисты, в свою очередь, оставили впечатление от неплановой ревизии в книге жалоб и предложений. Впечатлений от прошедшей проверки у нас было хоть отбавляем, и практически во всех случаях они были нерадостными. Думаем, что после такой ревизии сетевики начнут беспокоиться о своей репутации и работать в интересах людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова